Всем добрый день! Сегодня мы с Галиной Николаевной решили вам рассказать про те программы, про ту конкретно, которую еще не охватывали с вами в обзорах. Это программа «Здоровое дыхание». Галина Николаевна вот тут стоит рядом с чудо-баллоном. Это, наверное, основа именно нашей программы, которая направлена на бронхолегочные органы. Как это правильно сформулировать? Бронхолегочные органы или что? Ну, все правильно. Довольно-таки широко распространено это заболевание бронхолегочной системы. Это и наши фаренгиты, и синуситы, и танзелиты. Опускаемся ниже бронхиты хронические какие-то, обструктивные болезни легких. Это перенесенные различные пневмонии. Это вот все вместе можно объединить в заболевания наших верхних и нижних дыхательных путей. А это вот сейчас осенью, наверное, в осенне-зимний период будет очень актуально, да, вот эти все танзелиты, бронхиты? Ну, вот особенно весна-осень, это, как правило, способствует обострению этим заболеваниям. Это перепады температур, это когда начинается влажность, это когда немножко прохладно, где-то ножки застудили, где-то курточку одели не ту, да. И плюс начинается приятный период, когда начинают оживать наши вирусы, и, как правило, поражать сначала наш нос, рот, и дальше опускаться вниз. Поэтому мы вовремя про это расскажем, да. У нас много процедур включено в эту программу, но основу как раз-таки составляет, да, упор этой ингаляции. То есть то, что помогает нашей бронхолегочной системе. И вот этот вот баллон, это не совсем обычный баллон, это кислородно-гелевая смесь. Да, все верно. Как вообще ей пользуются, как часто? Вот я, например, приехала на неделю, да, у нас минимальный период для оздоровления по программе, направленный на дыхание, это 7 дней. Вот я приехала к вам на неделю. Расскажите, как вот, что я с этим буду делать, сколько раз? Давайте, смотрите, у нас все равно все идет через терапевта. Терапевт вас осматривает, смотрит все заболевания, сопутствующие заболевания. То есть все, что коморбидное, оно объединенное, и нужно не навредить, леча одно другое, правильно? Если касаемо кислородно-гелевой смесью, то опять же индивидуально. У кого-то будет одна процедура, у кого-то две процедуры. В чем особенность кислородно-гелевая? Кислород – это тем, чем мы дышим все с вами. А гелий – это инертный газ. Он в нас входит, но за собой тащит в 5 раз больше кислорода, чем он есть. Что делает эта установка? Она нагревает гелий. Гелий нагревается до 80 градусов. 80 градусов, вроде бы, обжигаемся. Но гелий, он до такой степени уникальный, что мы ощущаем просто теплоту. А тепло, когда проходит вниз, плюс 80 градусов, да, это расширение всех наших сосудиков, это расширение наших бронхиол, это убивает вирус, убивает бактерии такая температура. Вы знаете, например, когда мы температурим, и, как правило, 37-38 стараемся не снижать, да? Для чего? Но организм борется. Борется, плюс что-то убивает сам же, это свой иммунитет. А здесь 80 градусов. То есть мы способствуем проникновению этого геля более глубоко в наши ткани, да, получается, бронхов и легких. Убиваются бактерии, вирусы, и плюс он тащит за собой в 5 раз больше кислорода. Ощущает человека уже изменения свои прямо здесь. Здесь дыхание идет по определенной системе, это вот контролирует медицинская система, то есть она говорит, как вдохнуть правильно, как задержать дыхание, как выдохнуть. То есть я не просто вот так вот, да? Нет, 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 это прям вот, можно сказать, целая такая как бы система, и ты сидишь долго, упорно, никакой инваляции, выдыши. А сколько по времени процедура? Это от состояния организма, есть же серьезными заболеваниями, серьезными постпневмониями, осложнениями. Есть люди, которые просто курильщики хронические, вот хронические бронхиол с ними попроще. Они могут и дольше задерживать задыхание, дольше выдыхать, вдыхать, но в среднем это 10-15 минут. Именно только здесь проходят. И все время помогает медсестра, да, то есть контролирует? Да, обязательно контролирует, включает и выключает. Контролирует, как правильно приложить маску, как вдыхать, какой интервал выдержать, как выдыхать правильно. Это все очень важно. А плохо не может человеку стать от переизбытка кислорода? Нет, мы смотрим по возрасту и по хроническому заболеванию. А вот по возрасту есть какие-то ограничения? Да, ну смотрите, если мы с вами вместе сейчас вдохнем, задержим дыхание, а потом выдохнем и поставим вместе рядышком с нами мужчину либо женщину 80-70 лет, я думаю, и вдох будет менее глубокий у них и задержит дыхание на более короткий срок. И поэтому медицинская сестра, она контролирует. Например, вы будете на счет 1, 2, 3, 4, 5 это делать, а они будут на счет 1, 2. То есть это все индивидуально. Ну, это хорошо. То есть не всем одинаково. То есть медсестра помогает, смотрит на ваше состояние, на показания, противопоказания. А противопоказания какие могут быть? Противопоказания – это всегда все заболевания в обострении. Если вы уже заболели, конечно же, мы не будем уже что-то профилактировать. Это нужно лечиться у терапевта, потом, когда вы лечитесь, уже пройдет период восстановления, потом уже идем к нам помогать. То есть это или для профилактики, то есть до того, как мы заболели, или после, когда прошло какое-то время и нужно… И потом нужно оздоровиться и вернуться к тому же самому состоянию. Ну, популярна была еще эта процедура, кислородно-гелевая смесь, когда были времена пиковой заболеваемости ковидом. И после ковида очень у многих, и, наверное, даже на текущий момент остались осложнения какие-то, которые как раз с бронхами, с легкими связаны, потому что первое, мне кажется, упор туда всегда приходил. В чем проблема была? В чем проблема была? Были хронические пневмонии, либо тяжелые пневмонии. Как правило, если кислорода мало, образуется там соединительная ткань в легком. А соединительная ткань, получается, она препятствует тому, что в дальнейшем легкое может полностью раскрываться, то есть правильно участвует в газообмене. А если она полностью не раскрывается, у нас кислорода поступает меньше, меньше питательных веществ, и это уже нарушается дисбаланс его организма. То есть, а здесь для того, чтобы убрать эту склеротическую ткань, чтобы способствовать тому, чтобы она меньше разрасталась, это вот как раз мы дышим, мы раскрываем, кислород более глубже идет, способствуем выделению сульфактанта, все это вместе, и восстанавливаемся. Какие-то названия? Не понятно. Сульфактанты, я не поговорю даже. Ну да ладно, самое главное, мы поняли, что это явно очень полезная вещь, и я сама лично слышала отзывы именно о тех, кто столкнулся с последствиями ковида, что буквально после одной уже процедуры, вот как Галина Николаевна говорит, уже эффект ощущается здесь, что после уже первой процедуры были ощущения, что как будто уже значительно легче дышать, вдыхать и полной грудью воздух набирать. То есть это такая вот очень полезная вещь для разных заболеваний, ну и конечно же для предстоящего осеннего сезона, когда очень многие начнут болеть, чего не хотелось бы, поэтому на профилактику лучше профилактироваться. Самый приятный период – это приезжать весну-осень на полностью курс профилактический, для того чтобы поддержать свой иммунитет. Кроме кислородной гелевой смеси у нас входят еще явно другие процедуры. Да, довольно-таки широкий спектр процедур для того, чтобы целенаправленно работать уже на иммунитет. Как правило, мы не можем выделить легкое дно, организм существует в целом. Там есть и озонотерапия, которая помогает работать на бактерии и вирусы, через вену мы работаем. Есть ингаляции другие, есть пелеопещеры, водные процедуры, массажи, ЛФК, там уже работает как на легкое дыхание. То есть целый комплекс процедур, это как правило 5-6 процедур в день. А если, например, противопоказана кислородно-гелевая именно ингаляция, другие ингаляции какие-то применяются? Да, конечно. У нас есть еще ингаляции с другими лекарственными веществами, либо с маслами. А они не могут быть вместе? То есть, например, человек, если за неделю две этих процедуры получил, а в другое время он не может маслами? Каждый день именно в программе легкое дыхание связано с дыханием. То, что мы профилактируем, каждый день мы чем-то лечим именно через дыхание. Будет соляная пещера, будет ингаляция, будет кислородно-гелевая смесь. То есть это уже потом еще и усиливает остальные все ингаляции. Да, кто-то переживает, спрашивает, а как мы дышим? Дышим ли мы все вместе по очереди? Переживается за свое здоровье. Вот сам аппарат. Это ингалит. Вот здесь баллон. Медицинская сестра все знает, как правильно по времени установить, какие вентиляции открыть. Здесь будут индивидуальные насадки для каждого. То есть вы подышали, после этого у нас специальные емкости есть. Они обеззараживаются, промываются, прочищаются. И уже выдерживается определенный период времени. И уже чистенькие, стерильные на следующего пациента и клиента. Не зря мой оздоровительный центр, поэтому не переживайте. Все здесь расходные материалы, средства какие-то, которые соприкасаются с вашими... Да, все режимы обеззараживания. Все это обеззаражено обязательно, да. Все нормы у нас соблюдаются. Поэтому вот сейчас мы без нее, потому что, собственно, как раз сейчас эти маски, они и обеззараживаются в специальных контейнерах. Вот через 10 минут как раз почему это все сейчас готовится, потому что уже как раз через 10 минут подойдет гость. И, собственно, будет как раз этой процедурой наслаждаться и заново дышать. Особенность еще какая? Гость у нас будет. Мы сейчас говорим про бронхиологичные заболевания. Но одно из заболеваний – это хронические бронхиты именно курильщиков. У нас, ну, к сожалению, многие любят курить табак или другие изделия. Все это влияет на бронхологичную систему. И если периодически приходите профилактировать осложнения и сложные заболевания, то, в принципе, вы будете молоды и здоровы. Мы поменяли наше расположение, так как процедура там уже началась. Мы вышли немножко померзнуть. И еще поняли, что не рассказали вам про наше любимое водное отделение. Галина Николаевна, ингаляция ингаляциями, но еще же есть другие процедуры у нас. Вот я там подышала, пришла в ванны. Чем моим легким-то ванны помогут вообще? Помогут вообще или нету ним? Ну, разновидностей ванн довольно-таки много. Это, опять же, смототерапевты и подбирают по вашему состоянию. Одна из них, прям специфическая, это ванна с тимьяном. Эфирные масла тимьяна, когда вы лежите в ванне, вы их вдыхаете. И плюс масло растворенное, оно еще и водички. А я прям лежу, и я чувствую запах. Очень вкусно, да. Кому-то напоминает, как можжевельником, как сосной. Это вкусно очень. Во-первых, это бактерицидное действие идет. Это рано заживляющее, в том числе и снаружи. Вы дышите, бронхи в легкие попадает, бактерицидное действие действует. И плюс еще на нашей коже. Это мелкие гнонячковые заболевания, мелкие раночки. Это тоже все заживает, и кожа становится бархатистой. Это дополнительным бонусом, видимо, это идет. Это бонус, да. Это бонус. Как я всегда говорю, побочный эффект. Побочный эффект, хороший побочный эффект. У нас вот эти вот ванны, не только тимьян, да, будет? Будут еще, наверное, и другие разновидности. Не только тимьян. Могут поставить и души. Это души циркулярные, шарко. Могут поставить подводный гидровакуум-душ-массаж. Это из водных процедур, что касается, да. Могут быть вообще, если противопоказание, бывает такое, что общие ванны нельзя. Это могут быть ванны вихревые для ног, например, со скипидаром, да. Скипидар, с одной стороны, мы лечим ножки с вихрями, да, с уставчиками, наши сосуды. С другой стороны, мы вдыхаем пары скипидара, что также оздоровительно действует на бронхолюкочную систему. То есть у нас будут чередоваться массажи, ингаляции и водолечения. Водолечения. Ежедневно вы будете приходить на фитобар. Это чаек будет легкое дыхание специально. А вот что за чаек специальный? Там более 15 трав именно направлено на дыхательную бронхолюкочную систему. То есть это специальные все чаи. Это у нас ремонты идут. Это ремонты идут, простите, если слышно. Мы же корпус ремонтируем. Каждый день у нас будет ЛФК. ЛФК, опять же, у нас же подразличные группы заболеваний. То есть здесь у нас будет связано с дыханием. Кстати, про ЛФК. У нас же еще Павел Геннадьевич-то, инструктор ЛФК наш. Он к легкому дыханию, мне кажется, тоже это прекрасно подходит. Прогулки по тропе здоровья, скандинавская ходьба. Это все точно так же будет в помощь к ингаляциям и ко всем остальным процедурам. Укреплять ваше здоровье. Павел Геннадьевич поможет. Конечно, в том числе он поддержит всегда. А в общем процедура подбирается в среднем так, 5-6 в день. 5-6 процедур в день. Минимум мы приезжаем на неделю, чтобы мы получили какой-то эффект. Лучше, конечно же, всегда мы рекомендуем, ну, конечно, если на 14 не получается, да, как идеальный вариант программы 14 дней, то хотя бы 7-10 дней для того, чтобы эффект появился, его можно было закрепить. Ну и помните, что в период именно заболеваний и обострений это все не рекомендуется. Поэтому лучше позаботиться заранее. Надо сейчас, пока все здоровы, для того, чтобы продлить свое здоровье. Вроде бы все. А если не все, то задавайте вопросы. Мы с Галиной Николаевной почитаем и обязательно ответим на те, которые вдруг сейчас не хватили. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok